Добрый вечер! Мы начинаем наш урок, продолжаем нашу серию уроков по книге «Равкулка уродов Шива». Сегодня мы начинаем моего двенадцатого главу. Я с большой радостью приветствую всех. Я очень рад, что сейчас много людей пришел на ваш урок. Телефон я свой тоже, всем советую, перевожу в состояние общения и мы начинаем. Значит, я бросил сегодня не, как обычно, линк на Google Docs, а линк на Атар. В этом сайте у нас все наши уроки, то есть я стараюсь поднимать, там есть не все, но я поднимаю потихонечку. Все, сейчас работаю над ним. Там есть и тексты, и переводы, и наши уроки, которые мы проводим на Фейсбуке, на Ютубе, они появляются там тоже. Поэтому я приглашаю, кто хочет следить за текстами, также можно зайти на сайт по ссылке, которого я прислал в чате и в Зуме и в Телеграме. Пожалуйста, я всех приглашаю, кто хочет. Значит, и с вашей помощью переходим к тексту. Чува поднимает человека над всеми низкими положениями, которые есть в мире, но при этом он не становится чужим для мира, но возвышает мир и жизнь с собой. Сами наклонности греха находят в нем очищение. Могучее желание, взламывающее все границы, которое стало причиной греха, оно же само становится живой силой, творящей великое, возвышенное для добра и для благословения. И величие жизни из источника святого, высшего, сопутствует всегда к шуве и тем, кто несет ее знамя. Ведь именно они, та тонкая мука, соль всей жизни, призывающая к ее исправлению, устроению припу и возвращению к природе добра и истинного счастья, и в невозвышенной подлинно свободной, подобающей человеку, поднимающемуся вверх в согласии с его духовным источником и его основой в образе Бога. Мне лично очень нравится, очень нравится первое предложение, с которым раб начинает наш абзац. Я от него просто таю. Потому что существует такая вот картинка в голове праведника, человек, который сделал чугу, как по-русски говорят, немножко не от мира сего. Человек возносится над миром, мир становится немножко странным, немножко чужой, со всеми его низостями, грехами, страстями. И человек, он вот такой вот праведник, или как-то люди друг другу себе так вот рисуют, я, например, да, ту картинку вот такого человека, который вот, как я буду выглядеть, если я буду праведником? Как я буду выглядеть, если я сделаю чугу? И картина, которая вырисовывается, что мир не будет чужой. Я буду стремиться, допустим, к будущему миру, а этот не будет чужой немножко. Ирав нам первым предложением, говорит, нет. Чува тебя, да, поднимет над всем низменным, что есть в этом мире, но правильно сделав чуву, ты не будешь чужим за миром. Я прошу прощения на полной рывке. Я извиняюсь за перерыв. И так, да, это, мне кажется, это новость некоторая, это очень важная вещь, что нам обговорить. Чува поднимает человека над теми низкими положениями, которые есть в мире, но при этом он не становится чужим для мира, но возвышает мир и жизнь с собой. Как по мне, равным немножко меняет голову. Вынимает коробочку и вставляет ногу. Правильно, то есть вообще вот как мы должны себе рисовать правильник. Как мы себе должны рисовать себя, самих себя в идеальном состоянии. К чему мы должны стремиться? Так вот, та праведность, к которой мы должны стремиться, то состояние, которое нам должна привести чува, это да. С одной стороны, мы должны приподняться над низностью этого мира. Но с другой стороны, мы должны не превратиться в кого-то, кому этот мир, он чужит. Мы должны превратиться в кого-то, кому этот мир близок. Настолько, что вместе с своим подниманием этим миром он тянет, будет тянуть мир за собой. Продолжаем. Сами наклонности греха находят в нем очищение. Мы только разобрали первое предложение, которое, в общем-то, было для нас что-то новенькое. А сейчас нам Рав говорит, вообще, это, по-моему, тоже бомба. Что такое? Сами наклонности греха находят в нем очищение. В грехе это же что-то, что мы должны как-то вырезать и выбросить. Рав говорит, ну смотри, в грехе же тоже есть что-то хорошее. И то хорошее, что было в грехе, очень важно найти и оставить в себе. Потому что, если мы выбросим что-то важное, мы останемся калекой. Отшивание для этого пришло. Итак, а что же нам нужно оставить в себе от греха? Сами наклонности греха находят в нем очищение. Могучее желание, взламывающее все границы, которое стало причиной греха, оно же само становится силой живой, творящей великое и возвышенное для добра и для богословия. Вау! То есть, что это за могучее желание? Когда человек бежал, летел, торопился делать грех, его влекло страсть. Но над страстью, выше, там было действительно мощное, сильное желание. Очень мощное, сильное. Вот эту мощь мы хотим оставить себе, даже сделав чужу. Только переправив ее уже на положительное действие. Поэтому, конечно, раскаиваемся в самом грехе. Но мы очень внимательно под микроскопом смотрим, что нам нужно выкинуть и что оставить. Так вот, Рав нам советует. Тут мощную, мощь желания, которая нам и, в общем-то, и привлекла нас, привела нас к греху. Эту мощное нужно оставить для хороших дел. Мне хорошо, что грехи мы будем совершать мощно, а добрые дела так волочено. Соответственно, взламывающие все границы. Это запреты. Нам нельзя там что-то делать. Соответственно, грех – это настолько мощное желание, что эти заборы, эти запреты, оно их проломило, взломало, оно их разломало. Так вот, эту взрывную, мощную силу, эту мощь, желание, мы хотим себе поставить. Это нужно. И после чувы, и чува, как мы учили, в основном она влияет на желание. Потому что изменить действие можно только частично. А желание свое, я меняю знак с плюса на минус. Так вот, надо обратить внимание, что меняя знак желанию с минуса на плюс, я оговорился, да, нам нужно обратить внимание, что мощь нам нужно оставить. По крайней мере, такой же, какой она была во время того, как мы делали какие-то неправильные поступки. Могучее желание, взламывающее все границы, которое стало причиной греха. То есть, если бы желание было слабее, то у него не было бы достаточно силы проломить ограду запретов. Ударились бы об ограду запретов, отскочили бы и пошли бы дальше. Но настолько мощное желание, это же грех его оставить, это же грех не воспользоваться им для хороших. Могучее желание, взламывающее все границы, которое стало причиной греха, оно же само становится силой живой, творящей великое и возвышенное для добра и для благословения. И величие жизни из источника святого, высшего, сопутствует всегда, и те, кто несет ее знамя. В дополнение к мощи, тот, кто несет знамя, то есть идея об исправлении, об возможности исправления себя и мира, он ведет обязательно, несет величие жизни, идет вместе с ним. И величие жизни из источника святого, то есть от Бога, высшего, сопутствует всегда дшуве, тем, кто несет ее знамя. Ведь именно они, соль всей жизни, призывающих его исправлению. Кто такие люди, которые несут знамя дшуве? Это не проповедники, которые гублят всем, почему ты не сделал чум, а это люди, которые несут знамя возможности исправления. И люди за ними тянутся. люди видят, что исправление возможно. Примерить этих людей. Люди видят, что исправление не только у людей, но их продолжение всего мира возможно. «А-аа, исправление мира возможно? Как здорово. Так что, может, я тоже попробую? А-а, исправление своих дурных начал возможно? Так можно тоже попробовать?» Потому что именно они, соль всей жизни, призывающие к ее исправлению, устранению припортных к возвращению к природе добра истинного счастья, к жизни возвышенной и подлинно свободной, поднимающей к человеку, поднимающемуся вверх, в согласии с его духовным источником, его основе в образе Бога. Давайте вспомним, про какого человека мы говорим? Про того, желание которого настолько мощно, что пробило все запреты, все запрещения и с такой мощью пробило ограду запрета и сделало грех. У этого же человека хватил осознать свою проступку, сделать шувок и сохранить у себя мощь того греховного желания с тем, чтобы направить его на добро. Смотря на такого человека, положительный пример, людям захочется тоже, ведь именно они в той всей жизни призывающие к ее исправлению в основном собственным примером того, что это возможно. Это люди, несущие знамя шувы, устранению припомн и возвращению к природе добра истинного счастья. Как они призывают? Я это сделал. Все это могут. К жизни возвышенной подида свободы, подобающей человеку, поднимающемуся вверх, согласен с его духовным источником, его основы в образе Бога. Останемся здесь. Как приятно, так много сегодня народу. И, как всегда, передадим микрофон вам, у кого есть какие-то дополнения. Как, кстати, новый формат текста, все ли хорошо и нормально видно? Да, пожалуйста. Кто-то хочет сказать какие-то свои, как он, и что он понял из нашего отрывка, какие-то замечания по поводу того, что я сказал или дополнения, или кто-то хочет поспорить. Пожалуйста, включайте себе микрофон и говорите. Все видно хорошо, спасибо. Я хочу просто сказать, у меня есть сомнения некоторые в описании, которые Раф дает, это какой-то определенный вид нарушений, грехов, которые человек преодолевает, делает шву, понимает свое, исправляет свои страсти, когда, как он описывает, что это страсть, которая пробивает все запреты, нечто сильное, а огромное количество грехов совершается в совершенно противоположной ситуации, от страха, под угрозой, потому что все проголосовали, и я проголосую, как бы чего не вышло, от равнодушия, не от того, что, и то же самое, и нарушение закона, как бы, в те эпохи, когда это запрещено, у человека нет мужества, мужества отстаивать свою веру, например, и так далее. Это противоположное страстям, это страх, это отсутствие силы. Я пыталась как-то это в голове интерпретировать тоже в этом направлении, как раз сказал, может быть, но у меня плохо получилось. во-первых, мы с вами согласен, раввизь, безусловно, говорит не о всех грехах, а именно о таких, которые сделаны с большой энергией, с большой силой. Во-вторых, здесь равв пропускает этапы, которые мы разбирали на других рогах, о том, что шува не работает так, что он взял свое мощное желание и поменял ему значок с минусом на плюс. А это работает, как мы учили, в том, что действительно я сперва это желание уменьшаю, я его сперва вырываю, я его сперва преуменьшаю. Во время начального этапа шувы, как мы всегда учим, у нас есть спуск для того, чтобы подняться в конце концов. И во время этого спуска желание, оно вообще уменьшается. И не только это конкретное желание, все желание человеку уменьшается, что это немножко мельче, меньше. Это действительно все так, и только во втором этапе шувы мы должны вернуть эту мощь, которая была. Пример, который мы приводили с рабом, это мы с рабом, который приводил на наших руках мы приводили раб, это еврейские праздники, что Йон-Кипур, который отучастляется с чувой, после него обязательно должна идти радость праздника Суккот и праздника Шминя Церы Цимхат Тура это кульминация радости и раб это объяснять именно в ключе чувы. Чува она не полная, пока нет пока мы не вернем мощь жизни ту мощь, которая была до тшувы. Потому что тшува начальным своим этапом она это как лекарство сильно хорошее, которое человека вылечивает, но оно человека ослабляет. Это первый этап тшувы и поэтому нельзя там застревать. В конце концов мы должны завершение тшувы это именно праздником Сухот. И это здесь все у нас пропущено. Здесь раб говорит о том, что сделав тшуву мы должны не забыть вот этот самый праздник Сухот. Сделав тшуву и перевернув свое желание с плохого на хорошее. Мы должны не забыть про мощь, восстановить ее. И для того же самую мощь, которая была в плохом, направить ее на хорошее. Теперь вы правы. Корней греха есть много. То, что сделан грех из-за того, что мне очень-очень хотелось, и я с большим мощью это пошел и там сделал, это только одно из классификаций грехов. Есть грехи действительно, как вы сказали, из-за малодушия, из-за страха, из-за лени, из-за всего что угодно. Да, здесь мы говорим про вот этот вот сектор. Я с вами согласен полностью. Можно я тоже отнесусь к тому, что сказала Нехама, потому что как-то я когда слушала сегодняшний урок, с одной стороны меня это очень вдохновило, я даже не знаю, просто очень-очень, а с другой стороны у меня где-то подспудно тоже была похожая мысль на то, что сказала Нехама. И вот я думаю, вот задумалась об этом, дело в том, что многие какие-то клалим у нас в иудаизме даются применительно к абсолютно здоровому человеку. то есть, например, когда Тора говорит, ну, душевно здоровому, психологически здоровому, когда Тора, например, говорит, что возлюбить ближнего, как самого себя, подразумевается, что человек априори себя любит. Да, тогда как мы знаем, что на практике это далеко не всегда так. Вот, и также здесь дается какое-то описание идеального греха, такого очень предельно здорового греха. То есть, вот человек захотел, ему очень, прямо очень захотелось, он пошел, взломал все, и потом он ел эту свинину так, чтобы побородеть, и кло с удовольствием просто вот. Да, но в реальности, конечно, все далеко не так. То есть, мне кажется, что если вот действительно, я знаю, что я согрешил какой-то грех или под давлением, или из страха, и, в общем, что у меня какая-то мотивация была такая кривая, мне кажется, что первый этап будет как раз-таки наоборот, я сейчас скажу ужасную крамольную вещь, но первый этап будет именно в том, чтобы очистить вот это вот желание, вот это вот стремление к озлу, скажем так, его взять и очистить, найти, понять его, осознать в себе. Продолжайте. Что вы имеете в виду очистить стремление к озлу? Продолжите просто немножко. Очистить, найти, найти в себе, найти в себе вот это желание. Найти его в себе и посмотреть на него, и не побояться на него посмотреть. Я не понимаю. Я не хотел делать, но вот мне тут гены, обстоятельства, давление, вот заставили там сновать. Я не хочу, и не хотел, и не хочу, но вот обстоятельства меня заставили. Сейчас я делаю ничего. Но это же, это ведь то, что называется левые отмазки, это все рационализация. Человек говорит, меня заставили обстоятельства. На самом деле, возможно, в глубине души он именно что этого хотел, и просто обстоятельства помогли ему. Я не хочу сейчас никого обвинять, Хасу Хадьева. Я все-таки отпускаю. Давайте этот случай оставим в стороне. Есть еще все-таки много случаев, когда человек не делает, потому что не потому, что у него нет есть желание козлу, а просто потому, что у него, ну, это я тоже не хочу никого обвинять, но просто это же мне в голову пришло про многих людей, которые во время выселения из Гушкатифа все сидели, плакали перед телеэкранами, переживали страшно, да, но приехать в Гушкатиф защищать его, ну, как же, у них работа, у них какие-то другие обязательства, они боятся, где, как, что будет там. Очень грустно, конечно, но жертвовать своей жизнью в власти, так сказать, ну, понимаете, что я хочу сказать? Это примерно, может быть, не очень, это я не хочу сказать, что они грешили, не дай бог, но он как бы типичный случай, когда там на собрании все голосуют за исключение кого-то из Томсомола или с работы или еще чего-то, который подал заявление на ВЭС. Ну, ну что, но все голосуют, если я не проголосую, меня тоже выгонят. Я вовсе не хочу, он хороший парень, Рабинович, который собрался ее взять, но вы же понимаете, ну, что я могу делать против системы? То есть это обычная ситуация, в которой я говорю. Я поняла. Например, у меня дедушка рассказывал, что когда бабушка была беременна, они безумно боялись, что родится мальчик, потому что тогда они не знали, что делать, они боялись делать брит-милак в той ситуации, в которой тогда было в Савицком Союзе. Ну, не знаю, наверное, бы не сделали. Они знали, что надо, но боялись. Ну, так, это я опять же ситуацию упрощаю. Это что время так поступало, происходит. Это именно не та ситуация, когда человек хочет зла подсознательно. Это то, что вы говорите, это более такое сложное, как это самое. Она меня соблазнила, на самом деле, как так получилось, да, я слабость проявила. Ну, тут была какая-то действительно может подсознательное желание сделать плохо, да. Но я не про это говорю. А можно, тем не менее, я возражу? Давайте, конечно, это было. Смотрите, все вот эти ситуации, я поняла, они на первый взгляд выглядят как нечто совершенно другое и нечто гораздо более сложное. То есть, вроде у человека не было никакого желания зла по отношению к тем же самым поселенцам. Да, может быть, он даже хотел добра. Тем не менее, из-за его молчания, из-за его бездействия получилось зло. В чем мощь желания этого человека? Тут есть очень мощное, мощнейшее желание у этого человека. Об этом я как раз думала. Он хочет выжить сам, я думаю. Совершенно верно. Совершенно верно. Это я думаю. Вот это вот и есть мощь. В отношении вот всех, вот всех, всех, Это совершенно четко, мне кажется, потому что отношение всех грехов, совершенных из страха, и под давлением лежит сильнейшее, мощнейшее желание жить, желание выжить. Эгоистическое, эгоистическое желание. Я об этом думала еще до того, как я задавал свой вопрос, но как бы я не была уверена. Может быть, теперь с вашей помощи действительно мы останавливаемся на этом? Спасибо, спасибо, Ширен. Мне очень понравилось. Вот здесь вот определение очень четкое, да. Мы действуем из малодушия под воздействием страха и так далее. Тоже на самом деле очень мощное желание выжить, жить. И вот так же, как на грех, можно направить, конечно, на добро. Отлично. Большое спасибо, Ваши религи. Спасибо, Нехаму, конечно. Кто-то еще хочет что-то нам добавить? Скажите, у Рава Кука есть какие-то конкретные примеры? Разговор очень умозрительный и, в общем-то, даже не научный, я бы сказал, и даже не религиозный. Понятно, какой. Есть какие-то конкретные? Я, кроме Равы Акива, в общем-то, никого примера подискать сам не могу, понимаете? У которого была страсть и честолюбие, и вот он, сказать, направил эту энергию, сказать, либидо свое на творчество в Торе. Знаете, во-первых, очень хороший вопрос. У Рава практически нет примеров. Вообще, то есть, примеров нужно додумывать самому, это он оставляет нам. Рав, он нам распорядит какие-то учения, принципиальные вещи, общие. Примеры нам нужно как бы пытаться приземлить примерами самостоятельно. Действительно, теперь подход в общем Раву действительно он очень общий и как вы сказали, и в религиозном, и в общем, он даже в общих. Вот у меня такое возникает в Каэлите, я уже не помню, как это точно выражается, что, мол, горбатого могила исправит, что человек вот он такой кривой, и все, причем это простирается от Соломона до Канта, который тоже говорил, что это кривое поле, из которого ничего дельного не сделаешь. Человек, у него есть инстинкты, есть его, так сказать, генотип, фенотип, его история, его воспитание, общество, в котором он находит, если по-постмодернистски, так он как бы запрограммирован очень сильно, и выйти из этого, допустим, должна быть тара, должна быть община, должна быть какая-то помощь, должен быть какой-то руководитель, должно быть какое-то везение, это тоже от Всевышнего все, где тут Всевышний в этой шубе все, понимаете, очень сложный вопрос, какие-то элементы здесь могут быть, в принципе, Раф Кук жил в то время, когда, в общем-то, Фрейд уже, так сказать, был известен довольно хорошо своим подходом, то есть, о том, что инстинкты, можно сказать, их переплавить в творческое либидо, то есть, каким-то способом, то есть, если человек найдет какое-то свое призвание, но очень мало кто его находит, это очень редкий случай, понимаете, например, в исламе, так там вообще как бы считается, что человек уже, вот он, как он родился, так он есть, ничего его не исправит, они этим даже не занимаются, они считают, что он должен выполнять какие-то заповеди, если он не может, там пусть идет совершить какой-то свой подвиг шиитовский, вот и умрет, и попадет там под обра или куда, но он себя изменить уже не может, понимаете, там нет работы на собой вообще, насколько я знаю, это тоже должно было известно быть, Раф Кук, да, то есть какой-то фон, о чем это все, кроме как бы таких вот общих вещей, то есть как бы это связать все с наукой, с контекстом каким-то, вот к тому времени, понимаете, вот что мне было бы интересно, понимаете. Фон, насколько я понимаю, он гораздо более древний, чем то, что вы говорите, потому что идея о том, что Чува, она в принципе невозможна, что, как вы сказали, да, что человеку, изменить его невозможно никак. Да нет, это Соломонская, это в Каэле написано. Да, 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 идея, идея, что у нас человека нельзя исправить, горбатым ты родился, горбатым и помрешь. Эта идея, она, как вы сказали, она очень старая, и на самом-то деле, это именно то, что, то, чем занимается Раф Кук. Это его основная борьба в этой книге, да, насколько я понимаю. Не в том, чтобы научить нас, какие у нас законы у Чувы, как ее делать. Основная борьба, мы это говорили в начале нашего курса, основа, с чем мы боремся, это поменять взгляд на Чувух. Это, наш главный враг, это не страсти и не дурного начала. Наш главный враг, это отчаяние. И отчаяние нам действительно говорит, человека не изменить невозможно, себя изменить невозможно. Равно, на протяжении всей книги пытается, именно, его задача, не показать там, что, как сделать Чувух, что будет здорово если его сделать. И это тоже. А его основная задача, это показать, что Чувуха возможна, и Чувуха это сладко. И приятно, и хорошо, и нам и всему обществу. И да, здесь именно во всей книге Раф борется именно с этим мировоззрением о том, что Чувуха невозможна. Потому что это отчаяние от Чувы, если я там, то мне, в общем-то, как это, то мне больше ничего не нужно. То я уже как-то... Вот именно отчаявшие все люди, они как бы и делают самые большие злодейства в мире. Они великие злодеи. Человек, который не верит в возможность исправления и улучшения, все так живут. У них нет другого выхода. И поэтому самые большие действительно злодейства, они так и совершаются. Именно вот как бы то, что еврейство, иудаизм принесло миру, это идея о том, что исправление надо можно. Теперь с этим спорил весь мир. Всегда, не только в наших сто лет, во все времена весь мир с этим спорил. Я могу сказать, я это уже тоже говорю не первый раз, что первый раунд этой борьбы, он однозначно наша победа. И я объясню, что я имею ввиду. На сегодня отчаяние в смысле того, что человек может себя вести морально, его нет. Это не значит, что все люди себя ведут морально. Но это значит, что я могу сегодня поймать за пуговицу в любой развитии сне любого века, неважно какой национальности, сказать ему, смотри, ты себя ведешь неморально. И моя к нему претензия моральная, она не будет странно в любви в глазах окружающих. Это легитимная претензия. Поэтому я говорю, мы победили, что претензия о том, что человек себя ведет неморально, она легитимна. После этого каждый человек уже может решать сам. Ага, я могу быть моральным, а я хочу или не хочу, я буду или не буду. Соответственно, перед нами есть следующий раунд, с которым мы еще боремся. Это на уровне общества, на уровне человека. Нам всем понятно, что человек он движен идеалами и своими собственными интересами. Есть это, есть это. Но идеалы они часть человеческого самосознания. С другой стороны, когда мы говорим про государство, мы знаем, что у государства это только интересы. А идеалами он прикрывается, как фиговым листочком, чтобы прикрыть свой интерес. Соответственно, следующий этап, где мы должны победить, это когда мы сможем поймать за пуговицу государства и сказать ему, ты себя ведешь неморально, и это заявление будет в глазах всех звучать легитимно, тогда мы выиграем второй рамп. Так что ваше замечание, я бы сказал, оно действительно относится к сердцу всей нашей книги. А примеры, примеры это будут как домашнее задание. Мы должны будем сами подумать, привести какие-то примеры. Но вот мне кажется, Шерель привела сегодня очень хороший пример. Всех тех грехов, которые, казалось бы, там нет мощного желания, если копнуть, то, что называют это возвысить, поднять, поднять желание, добраться до его корня, что вот в корне этого желания, показывается, что в корне желания, желание жить. Это очень мощный, очень хорошее и праведное желание. И его, конечно, нужно использовать не только для служения злу, но также и для служения добру. И поняв уже, что мной движет, что, в общем-то, на поверхности, да, там малодушие, да, там страх, но на самом-то деле, как мы в глубже, я понимаю, что там сидит желание жить, очень мощная творческая сила, с этим я могу уже как-то двигаться дальше. Так что, допустим, пример Ширель мне и Нехама мне очень здесь нравится. А другие примеры, это нам нужно подумать. Я понял. Значит, главная идея Равакука, это как бы пафос, что она возможна, что надо верить, и что надо искать эти пути. Надо верить, что Шива возможна. А все остальное, это уже частные подробности. Безусловно. Не только Равакука, это классика в общем-то иудаизма. То, что Равакука на этом построена. Безусловно. Он может быть один раз напоминает здесь отчаяние прямым текстом. Но, как я вижу, всю эту книжку это борьба с отчаянием в таком его виде, в другом его виде, с чего и с возможностью сделать чего вообще, с возможностью делать чего над моим конкретным прегрешением и так далее. Примеры, кстати, можно искать в нашей традиции, в Танахе, в Медрашах, в Талмуде. И мы найдем довольно много примеров, не только Раби Акива. Ну да, есть и Тапфах, который, значит, год его изгнали, он потом стал начальником и все такое. Есть примеры казначея Давида. Мне очень нравятся примеры. Это не помню, там было идолопоклонство, по-моему, там вообще этим, не помню, кто этим занимался. Давид пришел и он там очень хороший бизнес крутил с этим идолопоклонством в Дании, по-моему. Он там очень хорошую денежку зашивал, а царь Давид его взял и поставил над как это, поставил его главным казначеем всего государства. Кстати, мне кажется, вот этот пример может немножко перекликаться с нашей именно очень мощное желание человека, которое привело его к плохим поступкам, но он его не отменил, он его просто перенаправил в главный оборудователь. Это также поступает современный, допустим, у кого есть такой талант хакера, который может залазить в Макшев и все, его мобилизует на борьбу с теми, кто пытается вредить, пытается нарушать. Это обращается в его профессию, которая приносит большую пользу. да. Спасибо большое, Эмиль. Кто-то еще хочет сказать нам перед окончанием еще пару слов? Вообще очень богатые, очень приятные, хорошие комментарии и замечания. я очень доволен с собой. Кто-то хочет еще что-то сказать? Я бы хотел какое-то продолжение, если можно. Есть разные подходы, есть что-то делает в этом направлении, что-то делается, там есть Тарам и Цион, может быть, это как-то развить уже на современные какие-то опыты и подходы к этим вещам. Я не знаю, насколько это интересно, насколько это я не до конца вас понял. Я говорю, что эти идеи Равкука пытаются как бы разработать на каком-то современном материале современных идеях. Я говорю о ортодоксальном модернизме, я говорю о подходе, который делается Тарам и Цион. Есть какие-то попытки развить. У меня лично куча идей, у меня есть лично куча идей, часть идей, то, что я преподаю, это по-русски. Обратитесь ко мне в личку, если может что-то предложить, я буду очень-очень рад, потому что у меня действительно куча идей, если есть кто-то, кто может чем-то помочь, буду просто очень рад. Понятно, спасибо. кто-то еще что-то хочет сказать, я буду очень интересным делал. Если нет, то тогда будем просчаться на этой неделе, и до следующей встречи на следующей неделе. Всем огромное спасибо всем присутствующим. до свидания. Спасибо. Спасибо. До следующей недели. Спасибо большое. Было очень хорошо. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.